В регионах страны продолжается весенняя призывная кампания. Сегодня ее первые итоги подвели в Министерстве обороны России. Участие в селектном совещании приняла глава Чувашия Михаил Игнатьев. Республике нынешней весной необходимо призвать на службу полторы тысячи юношей. Этот план выполнен больше, чем наполовину. В военном комиссариате отмечают, что сейчас в вооруженных силах делают ставку на призывников с высшим образованием. Российская армия меняется. К примеру, теперь новобранцы, прошедшие отбор во внутренние войска, будут одеты в форму солдат национальной гвардии. Количество уклонистов в республике сокращается с каждым годом. И такая тенденция наблюдается по всей стране. Если провести анализ прошедших с начала призыва четырех недель, можно сказать, что молодые люди идут на призывные пункты с желанием. Хотелось бы отметить, что в принятии решения в отношении каждого конкретного призывника предшествует большая работа по его изучению сотрудниками военных комиссариатов. Это мероприятие профессионально-психологического отбора, проводимых с использованием современных программно-технических комплексов. В Чувашии проводится эффективная работа по патриотическому воспитанию. В районах и городах республики активно развивается кадетское движение. Каждый год увеличивается количество участников игр «Зорница» и «Орленок». Мне больше всего понравился конкурс «Найди снайпера», потому что мы бегали по этому лесу, искали с помощью компасов места, в которых нужно было поставить чип. Это было невероятное ощущение, когда ты бежишь по лесу, тебя царапают ветки, тебя кусают комары. Но несмотря ни на что, ты все равно бежишь, бежишь, зная, что надо показать все на высшем уровне, чтобы защитить свою школу. Этим летом соревнования пройдут в 48-й раз. За звание лучших поборются более 50 команд. Кадеты занимают призовые места и на всероссийских конкурсах. В прошлом году ребята из Чувашии стали победителями обороны спортивного слета «Гвардеец». Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.